В одном зале собрались все времена года. Яркие и сочные краски летних цветов, золотые блики осени, спокойствие холодной зимы и трепетный блеск весеннего солнца. Но все картины объединяет одно – каждому жителю Череповца они покажутся родными и близкими. Ведь экспозиция посвящена красотам земли Вологодской. Причем посмотреть на них можно сквозь призму сразу двух художников – Сергея Калачева и его внука Евгения, автора этой выставки. Просто наступил такой период, когда нужно выставиться вместе. Я считаю, что на сегодняшний день это очень актуальная вещь для России. То есть сохранить какую-то родовую преемственность, которая могла бы дать, я считаю, что нашему обществу бы большие плюсы. Евгений Калачев решил посвятить эту выставку своему дедушке не случайно, ведь именно Сергей Алексеевич повлиял на его любовь к искусству, авиации и Вологодскому краю. Поэтому на экспозиции представлены работы двух авторов. Здесь собраны не только родные художникам места и люди, но и близкие каждому череповчанину Нелаза, Рыбинское водохранилище, Шулма. Часть работ Евгений Калачев посвятил металлургам и самому череповцу. Но есть здесь и стремление вперед к новым свершениям. Для меня это очень знаковая картина, потому что здесь не представлено картин, которые были бы связаны с авиацией непосредственно. Тем не менее, это очень близко. Следующий шаг к тому, чтобы сделать некую авиационную тематику. Потому что «Вижий ветер» – это картина, которая связана с новыми ожиданиями по отношению ко всей моей жизни. То есть это некое пожелание всем, кто смотрит на эту картину. Как оказалось, Сергей Калачев вдохновлялся красотами Рыбинского моря так же, как и внук много лет спустя. О чем говорят некоторые его работы, которые были почти утрачены. Так, эту картину Евгений Калачев нашел в родном доме, у печки, пострадавшую от копоти. Некоторые места были полностью утрачены, потому что буквально только холст оставался, вся краска вся отвалилась, исходя из погодных условий. Вот я эту картину отреставрировал. Когда их сопоставил, то есть в данном случае они здесь как раз висят одна напротив другой. То есть мотивы-то очень похожи. Вот, и вот как раз вот здесь, как мне показывается, такой, что ли, мотив преемственности. Я восхищена художниками, как какой-то особой кастой. Это ребята совершенно неприемлющие слова или сочетание слов «мне не нравится». Это удивительная публика, аудитория, которой все по нраву, практически по нраву, когда речь идет о земле, обитании, о земле, на которой ты живешь, которая способствует и твоему вдохновению, разжигает его. Каждая работа на выставке своего рода песнь, трепетное признание в любви к вологодчине. И если подключить фантазию, ее даже можно услышать в шелесте трав, в шуме берез или плеске воды. Первые зрители уже успели оценить теплую атмосферу, которую воссоздал Евгений Калачев. Автор всего здесь выставленного, превосходного, а местами спорного, является моим прямым учеником самых, что называется, еще экзамены я принимал, когда он поступал. Ну а потом он выбился в такие знаменитости, которые распространял свою деятельность далеко за пределы города. Простор рек и полей, уют деревенского дома, разнотравия и картины производства. Познакомиться с вологодчиной во всем ее многообразии череповчане смогут в выставочном зале. И может даже попробовать найти для себя любимое место на карте малой родины. Настя Ходкова, Гольплеснин. Новости.